Салем до стар! Булл Каштанов, Минен Каштанов Реакшн канала Макош Кел Денис Дер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием В Шимкенте собрались самые прокаченные тачки Казахстана. Ребята, на моем канале еще не поднималась тема автомобилей Казахстана, то есть я ни одного видео подобного этому не снимал, так что это будет что-то новое и, несомненно, что-то интересное. Правда, видео уже практически 4 года, но я думаю, ничего страшного в этом нету, потому что 4 года это не 10 лет, грубо говоря. Но, конечно, хотелось бы что-нибудь посвежее найти, но пока вот попалось только это видео, так что, ребята, приступаем к просмотру, но уже по традиции, прежде чем мы приступим, Улькен Рахмет за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. А кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте, и, конечно же, не забывайте включать колокольчик, уведомления. А мы приступаем. Катик! Знаете, почему меня не было только что слышно от слова совсем? Потому что в Шумкенте проходит чемпионат по автозвуку. Здесь собрались самые громкие машины Казахстана. Так, это у нас 12-ка была? Была у меня 12-ка в свое время. Додж. Эту не узнаю тачку. Блин, ну красиво, ребят. Красиво. Субарики, да? Самые тюнингованные, громкие, яркие и, на самом деле, крутые машины Казахстана собрались в Шумкенте. Здесь прошел второй этап открытого чемпионата по автозвуку и тюнингу формата АМТ Евразия. Для Шумкалы это событие совершенно новое, но, судя по количеству участников и зрителей, ожидаемое и увлекательное. В Шумкенте первый раз проводится. Для первого раза очень неплохой результат, я считаю, и по количеству участников и зрителей. В этом году мы приняли решение, что пойдем в регионы и в Шумкент пойдем, и в Кустанай пойдем, чтобы людей потихоньку отдвигать, показывать, что можно сделать свои аудиосистемы со своей машиной. Такие соревнования среди автолюбителей в Казахстане проводятся уже больше семи лет. Сегодня в чемпионате приняли участие около сорока машин. Выявлять победителей здесь будут по нескольким критериям. Качеству звука, внутреннему и внешнему тюнингу машины, тюнингу мотора, а также замеру давления в машине. Ну, двенашечка, конечно, такая прям пацанская-пацанская, да? У нас в Чемкенте это первый раз, потому что как-то у нас это не развито. Насколько я знаю, в Алма-Ате это проходит ежегодно и в сезон несколько раз. Как тоже автолюбитель, который любит свою машину, я вам скажу, что каждый здесь хочет свою машину как-то выделить и старается днями, ночами, тратя на нее большие деньги. Но мы как-то на это не смотрим, нам это нравится. Лучше этим заниматься, чем где-то по подворотням, по клубам гулять. Лучше мы машинами будем заниматься. Мы за здоровый образ жизни. Блин, ну прям вообще, вот только что про это хотел сказать. Еще такой момент хотел я высказать, то что, вот если честно, я не понимаю этого громкого звука. Вот когда замеряют децибелы, то есть там как таковой-то музыки, звука нету, там просто какой-то шум стоит. Но это лично мое мнение. И как вот здесь парень сказал, лучше пускай машины шумят, чем как бы пацаны в подворотнях торчат. Как-то так, короче. Так что тут, как говорится, возражений быть не может. В шумном чемпионате приняли участие автолюбители из Шумкента, Тараза, Астаны и Алматы, а также гости из Киргизии и Узбекистана. Константин Мартынович приехал на чемпионат из Алматы. Своей любимой Хонда Аккорд парень заменил практически все, что возможно. Константин признается, что вложил в свою машину уже порядка 17 тысяч долларов и совершенно об этом не жалеет. Тюнинг это как частный дом, строительство не заканчивается никогда. Да, машина уже вложилась без стоимости что-то около 17 тысяч долларов. Вот, это не окупится, наверное, никогда, даже самыми гигантскими призами, но это именно хобби. То есть я человек, который не пьет, не курит, никогда не пробовал, я увлекаюсь машиной, что и всем желаю, чтобы не было пагубных привычек, а занимались вот такими вещами. Для меня стимулом служили фильмы «Форсаж». То есть я их смотрел во всех интерпретациях, во всех качествах, на всех языках. Вот, потом все передачи очень многие, там, тачка на прокачку. То есть берешь, черпаешь, что-то модернизируешь сам, изменяешь и все, и началось. Насколько вы любите свою машину? Насколько люблю, обожаю, да. Это любовь, да. Большинство участников авточемпионата не курят и не пьют. Многие шутят, мол, все деньги-то уходят на машину. На самом деле в обществе автолюбителей нетрезвых попросту не любят. Это безопаснее как для себя, так и для окружающих. Ну, логично. Победители чемпионата наградили кубками и ценными призами. Следующий этап чемпионата АМТ Евразия пройдет в середине июня в Костанае. Четвертый тур в июле в Астане. Финал пройдет в Алматы уже осенью. Так, ну что, ребята. Я думаю, как мы все понимаем, на таких машинах, конечно же, на повседнев не ездят. Ну, за исключением некоторых, которые и так чуть-чуть как бы доработаны, да, что называется поверхностно. Это больше шоу-кары, которые самые такие явные, да. Они вообще на автовозах, на прицепах привозятся на соревнованиях. Все, вот она там показалась, поиграла, загрузили, увезли, как говорится. Ну, она, конечно, на ходу, скорее всего, может проехать. Ну, явно там, допустим, не межгород. Хотя вот эта пацанская двенашка, которая периодически мелькала, на ней вполне можно и, как говорится, проехаться, прокатиться. Ну, и на остальных то же самое. Это я уж так, потому что кто как к машине относится, кто для кого эта тачка и на повседнев, и в то же время он в нее вкладывает и вкладывает, а для кого-то это просто как вот такая игрушка, на которую он не ездит. Опять же, как бы везде, у всех разное отношение к этому. Опять же, наверное, все зависит, конечно же, от финансов. По поводу, еще вот такой момент, да, на протяжении всего ролика, периодически проскальзывала мысль такая, что, как бы, алкоголь и сигареты это вредно, лучше заниматься чем-нибудь, каким-нибудь хобби. Вот у ребят автомобили, у кого-то еще что-то есть, и я думаю, это, ну, как бы, безусловно, тут глупо спорить и возражать, и отрицать. Это очень крутой и правильный посыл вот этого всего ролика. Такое ощущение, что это ролик получился в том числе и про то, что лучше вести здоровый образ жизни и заниматься, как бы, ну, своим любимым делом. То, чем ты действительно хочешь заниматься, как бы, вот так вот, ну, и делаю выводы из этого ролика. Еще тоже, да, вот, ребят сказали то, что никакие призы, игнорары и еще что-либо не окупят эти вложения. Ну, и понятно, потому что, ну, ты делаешь для души. Ты, я так понимаю, в этот момент живешь, да? Вот, допустим, мужчина, да, построил эту машину, тачку, она взяла первое место или одно из призовых, и все. Это, я думаю, за какое-то определенное время это самый лучший момент в его жизни. Ну, вот, допустим, ну, конкретно здесь, сейчас все. Он живет, он лучший, он чемпион. И, ну, наверное, ради таких моментов эти ребята и живут, в принципе. Ну, раз уж ездят по соревнованиям и выставляют свои машины. То есть, как бы, это обычный, да, вот этот момент соревнования у мужчин, кто лучше, кто круче, кто сильнее. Потому что, судя по всему, ну, этим занимаются, наверное, 95% или даже 99% в основном, конечно же, парни, мужчины. Девушек, наверное, там встретить просто нереально. Конечно, наверное, они есть. Вот, кстати, ребят, кто в курсе за эту тему, напишите, есть девушки, кто также, вот, допустим, своей тачки тюнячит по полной. По-любому есть просто, я говорю, их, скорее всего, на пальцах одной руки можно пересчитать. И это и есть вот это вот соревнование, да, все, как бы, в юном возрасте, в подростковом, это было, да, среди мужчин, среди парней, среди мужиков, кто круче. И когда, ну, в принципе, хотел сказать, ребята такие, а тут уже взрослые мужчины, да нет, здесь в основном пацаны. Вот как раз-таки этот такой возраст, как это сказать, уже не подростки, но еще не такие прям мужчины, да, возмужалы, и они до сих пор соревнуются. Я думаю, так и будет у них продолжаться. Ну, хотя вот этот вот мужчина, да, в костюме пирата, ну, наверное, ему уже плюс-минус тридцатник, наверное, есть, а то и больше. Ну, это, конечно, редкие такие увлечения в таком возрасте, мне кажется, потому что все-таки, наверное, это больше такое юношеское-чуть-чуть старше подростковое, ну, не подростковое, понятно, подросток, это сколько там, лет 15-16, а это вроде когда у тебя же есть какие-то финансы, там, ну, ты можешь в это все вкладывать. Так, ну, ладно, ребята, мы уже тут этими всеми логическими умозаключениями куда-то в дебри ушли, и разговор вообще не про это. Про то, что крутые тачки, красивый звук, какие-то моменты я не понимаю, я уже говорил по поводу замера звука, какая машина громче. Чисто внешне, ну, вообще, просто красотки, пушки, все нравится. Ребята, пишите свое мнение по моим словам, по этому видео, не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался, ну, и проставьте лайк. Все, давайте, ребята, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok